Согласно англо-польскому договору от 18 ноября 1939 года, сражавшийся вместе с Royal Navy польский флот мог пополняться английскими кораблями на правах аренды. Так, в ноябре 1942 года на только что построенном эсминцем Мирмидон был торжественно поднят флаг польских ВМС, а сам корабль получил имя «Аркан», что в переводе с польского означает «Ураган». Эсминец сопровождал конвои в СССР, нес службу на западных подходах к Великобритании. В июле 1943 года ему пришлось выполнить и траурную миссию, доставив тело погибшего в авиакатастрофе премьер-министра Польши Сикорского из Гибралтара в Англию. 8 октября 1943 года, находившийся в составе охранения конвоя SC-143 в Северной Атлантике, «Аркан» был потоплен акустической торпедой германской подлодки. World of Warships британский эсминец типа М, служивший в польских ВМС, разместился на восьмом уровне в премиум-кластере европейской ветке развития эсминцев и обладает характерными для неё особенностями, такими как отсутствие дымогенератора и торпедами с быстрой перезарядкой, высокой скоростью хода и сравнительно небольшим уроном. «Аркан» оснащён скорострельными 120-мм двухорудийными артиллерийскими установками, которые отличают высокую скорость наводки и неплохой наносимый урон. Перезарядка ГК происходит за 4,5 секунды, а полный оборот на 360 градусов, да, они так умеют, за 18 секунд. Если учесть ещё высокую манёвренность корабля и наличие у него РЛС, то всё это делает эсминец достаточно эффективной артиллерийской платформы, преимущества которой станут очевидны в борьбе за точки на начальном этапе боя. Кстати, «Аркан» — это один из редких эсминцев в нашей игре в вооружённых ПМК. Его 102-мм орудие также является частью ПВО дальней зоны действия. Торпедный аппарат у эсминца, как вы успели заметить, один, а его секторы наводки — фирменные европейские, узкий и очень узкий. На одном аппарате, конечно, сложно построить тактику, это для «Аркана» не основное оружие, однако с дальностью хода торпедов 12 километров и их скоростью в 76 узлов можно заставить противника нервничать каждые 70 секунд. Эсминец «Аркан» обладает средней заметностью в 7,5 километров и сравнительно невысокой скоростью хода в 35 узлов. Это всё необходимо учитывать при прокачке навыков командира и использовании модернизации. Но об этом несколько позже. Для «Аркана», как и любого другого эсминца, важно как можно реже попадаться на глаза противнику. И если в схватке один на один с неприятельским эсминцем «Аркан» ещё довольно силён, то под фокусом нескольких противников корабль долго не протянет, хотя и имеет в своём распоряжении ремонтную команду. В таком случае врубайте форсаж и уходите зигзагами под прикрытие островов или союзников. А теперь о рекомендованных модернизациях и командирских навыках. Вы можете усовершенствовать корабль с учётом своего собственного стиля игры. Обратите внимание на такие модернизации. Основное вооружение модификация 1, защита машинного отделения, системы наведения, энергетическая установка модификации 1, система маскировки модификации 1. Обучите командира следующим навыкам. На 10 очков. Приоритетная цель. Из последних сил. Суперинтендант. Мастер маскировки. Если 19 очков, то дополнительно берите «Мастер борьбы за живучесть», «Базовая огневая подготовка», «Отчаянный» и «Профилактика». «Исминец Аркан» — это такой корабль, которому хорошо подходит тактика «Разведка боем». Оправдывая своё название, он способен ураганом влететь на точку, разогнать неприятельские дымы при помощи РЛС, обрушить на противника мощный шквал огня и, пустив стремительные торпеды, разогнаться при помощи форсажа и сменить позицию. Фантастика, не так ли? Как будто не было, «Аркан» создан для решительных и активных действий под контролем здравомыслия. Ну и как принято в традициях премиумных кораблей, эсминец «Аркан» принесёт своему владельцу повышенный доход в опыте и кредитах. Между прочим, первое появление эсминца ожидайте в «Адмиралтействе». Удачи вам, командиры, и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин